Сегодня мы прочитаем с вами небольшой отрывок из первого послания к Коринфянам. Мы даже дочитали с вами до 15 главы 11 стиха, сегодня с 12 начнем. Напоминаю, что 15 глава целиком посвящена теме воскресения мертвых. И в Коринфской общине, видимо, была группа христиан, которые говорили, что воскресение мертвых невозможно. И вот апостол Павел начинает доказывать, что на самом деле отлучение ложное. И тот отрывок, который с вами прочитали накануне, с первого по 11 стих, там он говорит, что есть вполне очевидные свидетельства того, что... То есть доказательство начинается с того, что Христос воскрес же, а это как раз есть главное основание веры в воскресение мертвых. И он говорит, что есть свидетели, которые многие из них живы до сих пор, то есть когда он писал это послание и были живы, их можно было спросить прямо, воскрес ли Христос? И о себе он сказал, что даже я, который был некогда гонителем, стал апостолом благодаря именно воскресению Христову. То есть оно было поворотным моментом. Но если в середине первого века, когда писалось это послание, действительно, это был серьезный очень аргумент, то сейчас, конечно, уже живых свидетелей, безусловно, нет. Поэтому для нас гораздо существеннее то, о чем пишет апостол Павел дальше. Но сегодня мы продолжим это чтение. Итак, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 12 стих. Итак, апостол Павел здесь начинает рассуждение противному. То есть он говорит, как нелепо при вере в воскресение Христова, а то, что вся община верит, что Христос воскрес, не верит, что вообще мертвые могут воскресать. Ведь Христос воскрес телом, и когда Он воскрес, все видели явные свидетельства Его смерти. То есть пробитое копьем ребро, язвы в руках и ногах, под гвоздей и прочее. Поэтому апостол Павел начинается с того, что если воскресение Христова совершилось, то в принципе воскресение мертвых возможно. Это первая мысль, которую он здесь высказывает. То есть, по крайней мере, если хотя бы один воскрес, то нельзя сказать, что мертвые вообще не воскресают. То есть вот свидетельство воскресения. Это первое, на что он обращает внимание. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетная, тщетная вера ваша. 13-14 стихи. Теперь из первого положения, что если Христос воскрес, значит воскресение возможно, апостол Павел мысль развивает дальше. Но если вы говорите, что воскресение невозможно, то столбить воскресение Христово невозможно. А если оно невозможно, то значит Он не воскресал. При этом он предполагает возможный аргумент, что эти люди, которые не верят в воскресение мертвых, говорят, ну Христос же был Бог, поэтому Ему все возможно. Но надо же напомнить о том, что Христос был не только Бог, но и человек. И воскресало не божество Христово, божество не умирает, а воскресало человечество Христово, воскресло его человеческое тело. И тело у него было настоящее, как мы знаем. Из Евангелия ясно видно, что все, что свойственно обычному человеку, было свойственно и Христу. Он уставал, он плакал, он ел, он пил, то есть он делал все как человек. Именно вот это самое тело воскресло, поэтому аргументы о том, что он Бог, здесь отвыдятся. И из положения о том, что мертвые не воскресают, следует не только, что и Христос не воскрес, что это невозможно, следует гораздо большее, что вся наша проповедь, то, о чем мы проповедуем, это пустое, то есть это обман. То есть получается, мы обманщики, и наша проповедь ни на чем не основывается. А если наша проповедь – это обман, то стала ведь и вся вера ваша – это обман. То есть все, о чем мы говорим, это пустое, это на самом деле несуществующая вещь, мечты. Апостол Павел здесь мысли даже не развивает, но вполне очевидно, что коринфи никогда бы не согласились с тем, что проповедь апостола Павла пуста. Потому что, ну, по крайней мере, явным свидетельством того, что в проповеди это есть сила, было то, что во время крещения люди получали дары Святого Духа, о которых бы раньше с вами много читали, в том числе и дары говорения языками. Если же это пустая проповедь, ничего бы не было. То есть это был бы просто такой философский разговор и так далее, который под собой не имеет никакого основания. Он эту мысль не развивает, потому что и так очевидно, что, конечно же, проповедь не пуста. Просто он развивает мысль, что вот те, которые не верят в воскресение мертвых, к чему они в конце концов приходят. Притом оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что он воскресил Христа, которого он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Апостол Павел говорит, что не только мы, оказывается, ложь говорим и пустое вам обещаем, но мы, оказывается, еще и на Бога клевещены, если это так, если мертвые не воскресают. Потому что получается, что явно то, чего Бог не делал, мы Ему приписываем. И опять повторяю ту мысль, с которой он начал, что если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес, это очевидно. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетная, вы еще во грехах ваших. 17 стих. Вот это еще один важный пункт, который следует из вот этого положения, что мертвые не воскресают. Если мертвые не воскресают, Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и грехи нам не прощены. Потому что на чем основывается наша надежда о прощении грехов? Что Христос, умер на кресте, принес жертву за наши грехи, искупил нас. А что свидетельствует о том, что эта жертва принята, что это искупление принято, что Он воскрес? А поэтому, если Он не воскресал, то стало быть, что жертва не принята. И стало быть, Он умер просто, как все прочие люди, и не более того. Вот. И еще один момент. И воскресение, и смерть Христова совершились не только для него, а для всего рода человеческого. Вот. Поэтому если мы не приобщаемся к смерти и воскресению Христову, то семя новой жизни, которая у нас сеется воскресением, у нас не сеется на самом деле. То есть мы ничего не получаем. Ни отпущение грехов, ни новой жизни. И даже если мы думаем о Христе очень высоко, как думают, допустим, люди, не верующие в то, что Он Бог, не верующие в воскресение, что Он великий учитель, великий философ, то, по сути дела, хоть Его смерть имеет какую-то ценность, да, как вот, как некий подвиг, но, по сути дела, никакой пользы она не приносит. То есть мы были в грехах, мы в грехах и остались. Вот умер великий проповедник, умер великий учитель, ну, да, и все. А для человечества цены никакой-то не имело. Поэтому и умершие во Христе погибли. Здесь речь идет не только о умерших христианах, но и о мучениках. То есть получается, что те, кто надеялись в этой жизни, терпели всевозможные страдания, надеялись на рай, на воздаяние, на вечное блаженство, получается, что они обманулись. И в результате они ни избавления грехов не получили, ни вечной жизни. То есть смерть их была тщетна. То есть апостол Павел продолжает сгущать краски, то есть говорит, что ваше легкомыслие, оно не просто, вот, как бы, пустая болтальня, что кто-то, а мертвые не воскресли. Оно за собой несет вот такие вот выводы. То есть получается, что все, что у нас, не имеет никакой цены, если мы не верим в самое главное, в воскресение мертвых. Если мы в этой жизни только надеемся, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Апостол Павел говорит, что в этой только жизни. То есть если мы верим в то, что это просто учение, вот, какой-то философский смысл, за которым больше ничего нет, то есть все кончается смертью, то мы несчастнее всех человеков. Потому что на самом деле вся надежда христиан лежит в области за гробом. То есть мы здесь переносим различные тяготы, страдания ради Христа, надеемся получить воздаяние. Если же Христос не воскрес, то никакого воздаяния не будет. Кто будет давать венцы, если он сам, тот, кто раздаватель венцов, не воскрес? То в таком случае мы действительно несчастнее всех людей. То есть мы, как пишет Феофан Затворник, не так горько не получить нечаемого, сколько горько не получить, что чаешь несомненно получить. Если мы ничего и не ждем, то, в общем, конечно, это неприятно, но не так страшно. А если мы чего-то ждем, искренне надеемся, в результате это обман, ничего нет. То, конечно, из личного опыта каждый знает, насколько это тяжело. Тем более, если это касается таких важных вопросов, как вечная жизнь. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, 20 стих. Вот апостол Павел говорит, вот если до этого я выводил вследствие из того, что было бы, если бы Христос не воскрес, то теперь я расскажу о том, что на самом деле есть. Потому что несомненно, что Христос воскрес. Итак, Христос воскрес из мертвых. Воскрес он, опять-таки, не для себя, то есть это было не лично его касалось, а вообще во Христе все, что он делал, касалось всего человечества. То есть не для себя лично он воплотился, не для себя лично он прожил жизнь на земле, не для себя лично он пострадал. Это все делалось для всего рода человеческого. Поэтому его смерть, его воплощение и его воскресение имеют отношение ко всему роду человеческому. То есть он пришел ради нас. Поэтому и смерть его была ради нас, и воскресение его было ради нас. И эту мысль, что это все не только для него, он поясняет примером первенец из умерших. В славянском начаток. Или используется. Значит, это слово лучше подходит. Почему? Потому что начатками назывались в Ветхом Завете, допустим, первый сноб из урожая, первые плоды. Все это приносилось в храм. И сейчас это делается, вы знаете, на преображении яблоки освящают. Через это освящается весь урожай. То есть один сноб, освящение одного сноба, означает освящение всего урожая. Освящение одного яблока означает освящение всех яблок. Поэтому воскресение одного Христа означает воскресение всего рода человеческого. То есть он начаток. Он не просто первенец, первый, а он основа. Ради него все освящается. То есть вот такой смысл в этом слове. Саша, я хочу поточнить, что в японской Библии написано первенец из спящих. Давайте посвятительникам. Тогда просто скажу, что это переводник. Ну и немножко отвлекаясь от темы по поводу освящения плодов. Вот нам один наш преподаватель в семинарии говорил, что раньше, но сейчас мы все горожане, нам это уже не совсем понятно. Когда в селе много было верующих, то благочестивые люди приносили не только на преображение яблоки или что-то еще в церковь. Но вот по мере созревания плодов, самые первые плоды всегда приносил благочестивый христианин в церковь. То есть вот пошла картошка, первые несколько клубней в церковь. Еще что-то появилось, не знаю, что угодно, морковка. Первая в церковь. Сейчас осталось только орехи, мед и виноград. А в древности благочестивые люди приносили все, как в Ветхом Завете первенцев из стада. Потому что это был пастушеский народ. Там не столько земледелие было, сколько скотоводство. Поэтому самый первый, самый лучший агнец Богу. Именно поэтому Христос еще и называется агнецем Божиим. То есть первенцем, самым лучшим, самым избранным. И через это человек получал благословение. То есть вся жизнь таким образом освящалась. Крестьянин жил земледелием, поэтому весь круг его жизни освящался тем, что он первый приносил Богу. Поэтому этот образ очень понятен, что первый человек воскрес, через это все человечество получает вот эту благодатную силу воскресения. Как все плоды освящаются, благословляются. Этот урожай благословляется Богом. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. 21-22 стихи. Теперь апостол Павел конкретно говорит, уже не говорит, а первенец, а говорит, что прямо. Он берет, например, двух людей. Первого человека Адама и нового Адама, как его называют, богословы церковные, Христа. Смерть распространилась в человечестве через грех падения Адама. Все мы стали смертными, потому что наш правительство Адам согрешил и ввел в мир смерть. Теперь новый Адам, Христос, воскресает. Поэтому все мы, поскольку мы одного естества со Христом, он новый прародитель человечества, получаем через него воскресение. И здесь он опять подчеркивает то, что через человека воскресение. То есть он не говорит о том, что Христос только Бог, он говорит, что он еще и человек. Поэтому и его человеческое естество именно проложило путь воскресения. То есть обожженное человеческое естество сошло в ад. То есть не божество сходило в ад. Человеческая душа Христова была в аду. Именно оттуда он выводит праведников, которые там находились заключенными до момента воскресения Христова. То есть именно с человеческой душой Господь входит в рай и вводит этих праведников в рай. В том числе и благоразумного разбойника с крестом, говорит, ныне будешь со мной в раю. То есть все это совершает человеческое естество Христова. Поэтому как через человека смерть, так и через человека воскресение. Через обновленное обоженное человеческое естество. То есть не только силой Божией, но и человеческим естеством Господь своему обожену пролагает путь воскресения. В каждом своем порядке первенец Христос, потом Христов, пришествие Его. 23 стих. Значит, этот стих может пониматься в двух смыслах. Во-первых, о порядке воскресения. То есть сначала воскрес Христос, а теперь воскрешение всех мертвых в последний день воскреснут все Христовы. Такой вариант возможен. Но все-таки больше святые отцы сходятся к тому, что выражение «каждый в своем порядке». Это значит, что каждый будет после воскресения определен в свое место, в свой порядок. И здесь в оригинале, в греческом, используется слово «такма». Это означает «воинский отряд», «полк». То есть когда произойдет воскресение, каждый будет причислен к своему отряду, к своему полку. То есть людей одинаковых с собой. То есть здесь святые отцы считают, что апостол Павел не стал говорить прямо, потому что это не шло напрямую к теме о воскресении мертвых, о том, что воскрешение-то разное будет. То есть кто-то пойдет в ад, в осуждение, а кто-то будет оправдан. То есть осудил здесь не упоминает, потому что это бы расширило тему. Но вот этот намек над каждым в своем порядке, по всей видимости, об этом говорит. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякое власть и силу. 24 сих. Вот и так после пришествия Христова, после страшного суда, придет конец всему нынешнему порядку вещей. И Христос предаст свое царство Богу и Отцу. Тогда все кончится. И наоборот, когда все кончится, тогда он предаст царство Богу и Отцу. Это взаимосвязанные вещи, и о них в каком-то временном порядке говорить нельзя. То есть это совершится одновременно. О каком царстве здесь идет речь? Какое царство предаст ему Богу и Отцу? То царство, которое он устроитель. То есть то, что он получил от Бога Отца. То есть по воскресении и вознесении на небо Господь Иисус Христос принял всю власть на земле от Бога Отца. То есть именно по этой власти устроена церковь на земле. Именно по этой власти совершаются все данные нам таинства. Именно этой властью священник, например, совершает исповедь. Властью данным не от Бога. Например, слышим мы в таинстве венчания. То есть именно этой силой и этой властью святые побеждают сатану и демонов. И в конце концов этой же властью будет побежден Антихрист. Упразднена смерть. Все этой властью совершается. И вот когда все это совершится, Господь предаст эту власть Богу и Отцу. То есть сначала Бог Отец преддает власть Христу, а потом все их обозвращает. Об этом нельзя говорить, потому что Бога Сына и родная власть с Отцом. То есть это сейчас я поясню. Вы пока что-то скажите мне, потому что тогда получится бессмысленно. Златоуст об этом говорит. Если мы будем понимать, что это небогоприлично, получится бред. То есть до этого Сын не имел власти, а в данный момент Отец не имеет власти. То есть опять, тут нельзя во временном порядке мыслить, потому что Бог вечен. То есть на самом деле это надо понимать очень аккуратно. Как говорят отцы Бога прилично. И во второй половине 24 стиха он говорит, когда упразднят всякое начальство, всякой власти силу. Здесь, конечно, идет речь не о земной власти, а о власти сатаны. Потому что такими же словами власть сатаны называется, например, им в послании к Ефесиным. Злые духи там прямо называются началами, властями и миродержителями тьмы века сего. Так что здесь речь идет, конечно, о упразднении сатаны. То есть сатана будет упразднен. На суд сатана, конечно, не приходит. То есть никакого суда над сатаной уже не будет. Он будет заключен в ад прежде суда. И на суде о нем даже вспоминаться не будет. А только о том месте будет речь, где он находится. Поэтому здесь говорится о том, что вот уже после страшного суда как раз и наступит конец. И все будет предано Богу Отцу. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. 25 стих. Опять здесь упоминается временное доколе. Но нужно это опять-таки понимать не в порядке времени. Дело в том, что царствовать Христу положено еще в предвечном совете решено. То есть в предвечном совете решено, что Господь воцарится на земле. И будет он царствовать до тех пор, пока не положит всех врагов под ноги свои. И поэтому здесь не конец времени означается, что вот доколе. То есть не о времени идет речь. А как объясняет Иоанн Златоуст, это слово использовано, чтобы сделать сказанное несомненно, улучшить надежду. То есть смысл тот, что у Христа хватит силы. То есть не думать, что он остановится где-то на полпути. Он сделает все до конца. То есть пока последний враг не покорится, до тех пор Господь не перестанет царствовать. То есть здесь смысл не о времени идет речь, а о полном и окончательном истреблении врага. До тех пор он не прекратит царствовать, пока всякий враг не истребится. То есть Христос пришел для спасения человека. Пока все, кому он надлежит быть спасен, не уйдут в Царствие Небесное, Христос не прекратит свои действия. То есть бытие сатаны сохраняется до тех пор, пока он помогает человеку спасаться. То есть до тех пор, пока человек преодолевает эти искушения и трудности, трудом не уходит в Царствие Небесное. Когда все войдут, уже смысла существования злых духов не будет. Вот тогда Господь и предаст. Тогда и наступит страшный суд. То есть здесь тоже нужно понимать, как говорит Златоуст, это не просто, а Богоприлично. Потому что, опять-таки, если буквально понимать, то получится, что Христос после этого и Царство иметь не будет. То есть потерять царское достоинство. Так мыслить нельзя, потому что в Евангелии он сам прямо говорит, отец мой делает, и я делаю. Вот так это надо понимать. И у пророка Даниила говорится, что Царство Христос, Царство Вечное. Мы об этом тоже постоянно говорим. Что тот царь, который обетован от Иуда прийти, это будет Вечница, Одневременная. Поэтому здесь тоже это нужно правильно понимать. К сожалению, человеческий язык несовершенен. Поэтому временные формы используют, но в отношении Бога это не совсем так. Последний же враг истребится. Смерть. 26 стих. Итак, когда будет побежден дьявол, который послужил в речении смерти, побежден антихрист, когда они будут послывать мукромешнюю, тогда Христос положит конец смерти, воскресив всех умерших. И при этом не только в отношении к людям будет воскресение, но и в отношении ко всем тварям. Потому что смерть будет и тление будут изгнаны из всех областей бытия. Полностью. Потому что покорил с под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. 27 стих. Здесь, в этом стихе, апостол Павел использует цитату из 8-го псалма, где говорится о том, что Бог покорил человека все твари земные. Здесь же он говорит, что если обычному человеку все твари земные покорены, то Богу человека покорено все. Без исключения. Все тварное бытие, кроме самого Творца. И поэтому, если Ему покорено все, то, конечно, сила, чтобы победить смерть, у Него также есть. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему Ему все. Да будет Бог во всем. 28 стих. Итак, Христу предано во власть все, чтобы Он упразднил, победил всех врагов Божьих, все человечество было спасено. И когда эта цель, последняя цель спасения всего будет достигнута, тогда уже в этой власти, в этом царстве ненужды не будет. Тогда она должна быть сложена. Ну и опять-таки, здесь мы приходим к тому, что Бог, Сын, покорится Отцу. Это вовсе не значит, что сейчас Он Ему не покорен. То есть, опять-таки, не нужно это понимать в таком смысле. Опять-таки, если наши временные категории вступают в речь, конечно же, Сын покорен Богу Отцу. Вот. И в чем именно, например, будет состоять вот это сложение власти, то есть прекращение Царства Христова и вручение Его Бога Отцу, мы до конца, конечно, понять не можем. Вот. Потому что и сейчас, вот он говорится в этом стихе, что будет все во всех. И сейчас мы, когда читаем молитву Царю Небесному, мы же говорим, что Он везде Сы и вся исполняет. То есть, нет такого места, где бы не было Бога. Вот. Но тогда полнота Богообщения будет достигнуть большего. То есть, опять-таки, здесь это не совсем понятно, но так будет. И, конечно, наверное, человеческих слов не хватает, чтобы пояснить то состояние, которое наступит тогда. Вот. Поэтому человеку трудно представить, каким наступит состояние мира, когда все зло, сам сатана будет изгнан из этого мира, всякое страдание, всякая борьба, всего этого не станет. Вот. И апостол Павел и другие апостолы и пророки употребляют только некие образы. Вот. Ну, например, уже в том же послании к Коринфянам он говорит, что сейчас мы видим, как некое тусклое стекло, а тогда мы видим лицом к лицу. То есть, полнота откровения Бога была в разное время разным. По одному он открывался в Ветхом Завете, гораздо шире его откровение было в Новом Завете. И полнота откровения наступит вот в это время, когда будет побеждена смерть, последний враг. Вот. И апостол Иоанн говорит, сейчас тогда увидим Бога, как Он есть. Вот. Не значит, что Божеское естество будет открыто, оно всегда сокровенно. Но полнота откровения будет совершенно другой. Какой мы не знаем. Поэтому чаем и надеемся. В этом есть основа христианской надежды. Вот это нам обетовано, и это, несомненно, наступит. И свидетельствует о воскресении Христа и воскресении мертвых. Вот. На этом на сегодня все.